Всем привет, ребятушки! Сегодня я вам предлагаю сравнить в плане звука два аудиоустройства. Первое это ЦАП Ayama DAC A5 Pro. Позиционируется как усилитель для наушников, но у него также имеются линейные выходы. Он может работать в качестве звуковой карты, но только на воспроизведениях. Соответственно, есть USB. Также он может по оптике принимать сигнал или через коаксиальный разъем и выдавать его на эти тюльпанчики. Да, питание 12 вольт. То есть это устройство для воспроизведения. Для записи не подходит. Второе устройство это тяжелая машинка ROND. Название RUBEX 24. Это профессиональное оборудование. Оно больше предназначено для записи звука. Как вы видите, XLR разъемы. К нему можно подключать микрофон, какое-то аудио оборудование, например, гитару или синтезатор. Но также эти два разъема могут использоваться в качестве линейного входа. Например, с аналогового магнитофона выход. Подсоединение это сюда левый канал, правый канал. Умеется возможность подстроить чувствительность, громкость. Также есть возможность включить компрессор или лимитер. Соответственно, его чувствительность можно подкрутить. Выходы регулируемые. То есть линейный выход регулируется. Соответственно, вход для наушников. Для него отдельный регулятор громкости. Сзади имеется, что у нас? Ну, первое, понятно, питание. Можно отдельно 5-вольтовое. Но, в принципе, ему достаточно вот этого. Просто подсоединяем, как и этот ЦАП, к компьютеру. И эта штука работает как полноценная звуковая карта. Охоту на выход. Соответственно, здесь у нас миди вход-выход. И вот это вот интересно. Первая пара. Выход линейный. Как я сказал, регулируемый за счет вот этой вот ручки. То есть, это выход. Дальше. Несколько переключателей. Компрессия, лимитер, несколько вариантов. Ну, я думаю, это не очень интересно. Суть вот в чем. Сейчас мы сравним. То есть, как воспроизводит эта штуковина. И вот эта штуковина. И есть ли разница в звучании. Сразу скажу. Вот эта стоит 20 тысяч рублей. Вот эта стоит 5 тысяч рублей. В 4 раза дешевле. Для начала. Чтобы снять звук вот отсюда. Ну, то есть, понимаете. Просто линейный выход. Я использовал обычный кабель. Тюльпан-тюльпан. Он с этой стороны и с другой стороны, соответственно, мне тоже подходит. В звуковую карту входит. Это кабель. Очень давно покупал. Фирменный кабель Техникс. Хороший кабель. Для подключения к USB. Я использовал такой вот провод. Чтобы вы понимали. Вот этот коротенький кабелек стоит около 1000 рублей. Хороший кабель. Это для подключения этих устройств. К компьютеру. Чтобы они работали в качестве звуковой карты. Для входа на Roland. Поскольку, как я сказал, у него имеются входы XLR. Вот разъем. Я спаял такой переходник. Соответственно, сюда подсоединялся тот самый тюльпан-тюльпан кабель. И таким образом в него загонялся звук. Но есть другой вариант. Я также спаял пару таких вот переходничков. Это джек 6,3 мм. Ну, большие джеки, да? Вы понимаете. С обратной стороны, смотрите. Просто сделал тюльпан-мама. Вот они напрямую. Не очень красиво выглядят. Но работают. То есть такой разъем. И такой разъем я их просто спаял. Соответственно, сюда также можно вход делать в качестве вот так вот джека. Один, второй. Сюда, соответственно, посадим тюльпан. Право-лево-канал. И вы поняли. Записываем, что я хочу. Входы XLR и тюльпан, они отличаются по сопротивлению. Поэтому в моем случае с кассетной декой звук лучше, когда идет вот просто XLR-овским разъемом. Но если я хочу использовать Roland в качестве источника звука, то есть по USB к компьютеру. Компьютер считает, что это звуковая карта воспроизводит. Звук выводится отсюда. И как его снять? Вот, соответственно, один канал. Это линейный выход. Второй канал. И, соответственно, опять же сюда подсоединяются тюльпаны. Понятно, да? Что во всех тестах я буду использовать один и тот же кабель. То есть, что сюда, что сюда. Подсоединяется один и тот же провод. Чтобы исключить влияние проводов на звучание. Дальше. Что будет происходить? Так. Первый тест будет на воспроизведение. То есть, сначала будет в качестве источника звука один, потом другой. Соответственно, они подсоединены кабелями к моей звуковой карте в компьютере. Это Creative Titanium HD. Хорошая звуковая карта. То есть, воспроизводится некий трек. Он оцифровывается моей звуковой картой. А потом сравним звук. Да. Работаем сегодня с частотой 96 кГц, 24 бит. Что на воспроизведение, что на запись. Давайте-ка. Переходим к экрану компьютера. И послушаем, есть ли разница в звуке между двумя этими устройствами. Уровень записи одинаковый. Итак, смотрите. Это плеер AIMP. И, соответственно, вот я вам показываю, что это устройство Roland. И частота, соответственно, 96 кГц на воспроизведение. Значит так. Включаем запись. И включаем воспроизведение с плеера. То есть, Roland воспроизводит. Звуковая карта Creative записывает. И потом повторяем то же самое, но уже с устройством AYAMA. А теперь предлагаю сравнить то, что я записал. Смотрите. Верхний файл записан был на Roland. Rubik's, то есть, название. Здесь, соответственно, внизу AYAMA. Теперь я буду их выключать то один, то другой. И, соответственно, во время монтажа подложу те самые дорожки, которые вы сейчас видите, оцифрованные. И вы вживую сравните звучание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И второй тест будет тест на запись. То есть, как это устройство работает в качестве писаря. С кассетной деки. Кассета воспроизводится. Сигнал загоняется через вот эти разъемы. И на компьютере оцифровывается. И сравнение будет с моей звуковой картой. Поскольку ЦАП, который был ранее показан вам, он не имеет входов. То есть, будем сравнивать этот Rubik's и звуковую карту от Creative. Какая из них лучше записывает. Одинаковые провода. При одних и тех же условиях. Одна и та же кассета и одна и та же кассетная дека. Слушаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребятушки. Я думаю, вы услышали то же самое, что услышал я. Короче, выводы. Какие выводы из всего этого следуют? Первое. Про воспроизведение. Номер один. В плане воспроизведения устройства за 20 тысяч. Воспроизводит так же, как устройство за 5 тысяч. Разницы я не услышал. По крайней мере, в этой цифровке разницы нет никакой. Возможно, это ограничение моей звуковой карты, на которую записывался звук. Поскольку, если я подсоединяю непосредственно устройство воспроизведения к усилителю. Вон там у меня усилитель стоит. То есть, кабель идет отсюда. Понимаете, через телепан и сразу на усилитель. Один звук. Подсоединяю сюда. Немножко другой звук. То есть, напрямую на усилитель. Роланд выдает более приятный бархатистый бас. ЦАП, а яма выдает более верха. Ну, то есть, стоит ли переплачивать, если вам нужно устройство для воспроизведения? Большой вопрос. Тут больше низов, тут больше верхов. Пункт номер два. Что касается записи. Хм. Я думаю, вы так же, как я, заметили, что разница была слышна на слух. То есть, Роланд, по сравнению с моей звуковой картой от Креатив, как бы так сказать, немножко проигрывает в плане высоких частот. По крайней мере, мне так слышалось, что запись, сделанная с кассетной деки непосредственно на звуковую карту от Креатив, более звонко звучит. Не знаю, хорошо это или плохо. Просто отличается. В любом случае, звуковая карта 100 баксов стоит. А эта стоит, ну, больше. 300 где-то долларов стоит. Хотя она и предназначена исключительно для записи. Не знаю. Все-таки в плане оцифровщика, вот эти, конечно, фишечки, да, подкрутить уровень записи, некая там компрессия присутствует. Да, вещь классная. Но напрямую, не используя никакие компрессоры, просто сигнал с кассеты звучит немножко меньше верхов, чем моя звуковая карта. Такие дела, ребятушки. В общем, если вам нужно воспроизведение довольно-таки приличного качества, вот этого будет более чем достаточно. Если вам действительно требуется оборудование для записи музыки, то, ну, не знаю. Наверное, все-таки, конечно, Roland, да, пригодится вам. С другой стороны, если у вас есть звуковая карта, как у меня, от Creative, ничем не хуже будет оборудование. Ну, единственное, что у меня звуковые карты только тюльпаны, входы-выходы. Всем пока, ребятушки. Пишите ваши комменты. Увидимся еще.